Самому для решения. Хорошо. Спасибо за внимание. И, собственно говоря, создание условий направленных на манипулированных активность функциональных систем, это есть под ключ, который я использую в своей практической работе. Условия среды формирования человека в виде разумной поверхности, которые поступали в давление телу, на контрасте после движения, чистая вода и живая еда, воздух с роматным травмом цветов. И, что важно, учитывать, что к слабым взаимодействиям чрезвычайно чувствительны открытые нервные системы, к которым относятся и организмы, в том числе и человека. Сказал, что он должен. И в настоящее время посмотрим вот эту важную область, и сколько разных специалистов занимается и афтальмолог, и лор-врач, и афтальмолог, и афтатон-стоматолог, и логопед. И, в общем-то, есть вот сформированные технологии, которые мы видим. Здесь это КАПА в системе Днеобрейс. Афтальмологический компания МРСИ видел Ортез из Новой Зеландии. Чарли Байкрофт придумал физиологические способы. И тут с того повышение. Полного контакта. Да, растерка полного контакта. Так вот, может ли человек, который владеет флексионным тестом и двигательной системой, быстро удивить зону выражения? Ну, скажем так, того аффилентного поля, которое выражено, да, или работает как-то не так. И мы можем сказать, что да. И хочу подчеркнуть, это тест пропедевтики, да, который даст нам повод для последующего диагностического поиска и уже уточненного какого-то детального анализа, диагностики, консультации какого-то специалиста. Ну вот, можно? Давайте кто-то в очках ко мне подойдет. Спасибо. У меня там сложные зрения. Не, 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 не зачитай. Я должен был подряд. Ну, давайте. Сергей Михайлович, можно вам? Нельзя вас попросить, подойти вот здесь вот. Быть помощником. Тестировать меня. Тестировать, потому что не с очками, а мы можем, что человек с очками. С очками, спасибо. Тестировать, как-то идет. Тестировать, что-то попал. То есть, на самом деле, технология просто. Мы видим какое-то аффилентное поле и исследуем его, по крайней мере, в двух положениях. Когда мы проводим какое-то аффилентное воздействие и изменяем его воздействие. Можно спиной, я просто проведу. Принфекционный тест к окружающим тестам. Неледно-плавно направляйте болезнь. Выприняйте болезнь. Еще раз. Лучше не сказать. Мы видим асимметрию. Сейчас разожмите зубы. Бубы сомкните. Там нет зубов. У меня все в другом. Отлично. Мы видим, что симметрично стало после того, как я попросил его. Расшать зубы, прославить зубы. Значит, мы уже сразу делаем вывод о том, что в родочелюстной области есть какой-то непорядок, который может сразаться. Пока без комментариев. А теперь, давайте, еще раз. Наклоняем в этом же положении. Семметрично. Теперь снимите, пожалуйста, очки. Мы видим значимую асимметрику. Просто действительно под углами не видно. Видно практически в палец. А каким вопросом вы решили? Понятно, что это хорошо демонстрировано у человека, у которого мы уже знаем по очкам, что у него зрение неблагоприятное. И мы можем также это сказать об очках. Если человек в очках есть асимметрия, мы можем вызвать сейчас искусственно, просто изменив положение очков на человеке. Можно это сделать? Можно это сделать? Может, закроем баками проекцию? Лучше свет включить. Нет, включи свет. Включи свет. Включи свет. Просто свет включить. Да, это быстрее. Вот. Просто на точке не крепеем. Проекцию можно. Вот так. И еще раз. Наклоняем иголу вниз. А если вдруг будет поставить, еще хлеще. Другой стороны, давайте попробуем. Поэтому очень важны вот эти дужки на очках. Конечно, важно. Все важно. Не вредь. Не клоняйте иголу вниз. Минуточку, вы сразу поставили неправильно. Может быть. Я согласен, мне очень неудобно это делать. Хорошо, ощущение. Правой, пальцем сбоку выше. Сейчас левый выше. Сейчас левый выше. Да. Вот так. По дюбану есть. Похоже. Нет. Есть. Есть. Ну, небольшая, да? Мы видим, что... Да, изваляка. Там подрядник. Там правда не значительно. Ну, какой можно выводить. Сейчас накосячит. Мы сделаем вывод по той сенсорной системе, извините, да? Что если, во-первых, очки хорошо подоплены в отношении двигательной системы и в отношении только исследуемого сегмента, да? Мы же не исследовали нежещенные отделы позвоночных и трудующих, да? Правда? Это раз. И второе, если бы у человека и в очках возникало асимметрия, ну, во-первых, надо было бы поправить точки, в первую очередь, на очках. Если бы не это не помогло, то попросить обратиться нам ко второму углу, да, или выполнить другой тест. Давайте пошло-то потом. Нет. Одну минутку. А вот обратиться вы ко второму углу, то нам бы что дало. Что? Вот эту вот вставочку не сделают. Меня из центра профсии... Да, извините. Да. Тут два, две вещи. Молкики. Фокусное расстояние меняется и его расположение. И второе, давление. Давление, может быть просто механическое давление на эту опысть лица. А нам это все сушится. Не опасно. А, тебе сказали. Я там вообще и слышал. А, я отрезал. Теперь уже кора. Вони еще 500 и пойдет. Напоминайте голову вниз. Мы опять видим, что без очков, да, человек по 7 метров есть. Теперь попросим опять разжатые зубы, губы, сломкнутые и закрытые глаза. И наклоняем голову вниз. Мы видим, что у человека его... С закрытыми глазами. Но опять мы говорим о значимости эфирентного входа зрения. Органа зрения. Что ему надо корректировать. Раз, но на второе, нужно сказать, что двигательная система этого человека, который шел на душу, на этой обуви, на этой костюме, в этом национальном состоянии, он вообще-то здоровый. Зависит от зрения. Ну, мы его дальше не исследовали, но пейте. Так что... Глаза заклеены и все. Сюда. Сюда, сюда, сюда. Спасибо. Спасибо. Правый выше стоит изначально. Правый выше стоит. Давайте я вам что-то разомкну. Нормально? А вот как вы выбираете точки по дороге? Ставите чуть-чуть. На тот ремной сегмент. На тот ремной сегмент. Ну, в данном случае, вы видите, что это затылочная кость. И, в общем-то, тут... Но ставите затылочную кость. Почему так ровнее, да? На затылочную кость. Все. Здесь ты от точки, затылочные кости. Такие от тиски. О, ры. Вы что ли? О, ры. Ровно. 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 Наклоняемся вниз. Нужно посильнее наклониться. Небольшая симметрия возникает с левой стороны. Кто-то поближе может пройти? Небольшая симметрия. Ровно. 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 Мы делаем новый дождь, да, ему нужно дать практически и сожжить, посмотреть, чтобы он понимал, посмотреть в очки, а не сожжить, можно носить или нет, поправить дождь, если это недостаточно, это недостаточно. То есть ваш умник такой, что эти очки мне не подходят, и я должен обратиться к офтальмологу, что он провел осмотр по-русски специалистов и назначил мне новый очки. В отношении вас нет. В отношении вас, вы пациент, если сложно, у вас и в очках совпадает направление сердца, и когда вы скрываете его с фальмологом, поэтому в отношении вас, он продолжит исследование вашей дилитивной системы, например, когда происходит снять опыту, потому что мы видим, что когда он закрыл глаза, сердце от засторонняя и в очках такая же двесторонняя. Можно подумать о том, что этот слой, этот слой, этот слой, этот слой, этот слой, этот слой, этот слой. Когда вот эти вот вещи мы видим, мы судим о медиальной системе или о латеральной? А как вы думаете? Я бы просто задал для того, чтобы вы мне объяснили. Ну, кстати, утро Тимофеевич вас просил. А слава? Он может, он имеет право, потому что я знаю. Хорошо, да, сейчас... Вопрос на самом деле хороший, но исходя из... Ну вот вопросы, наверное, будем задавать, записать нужно. Исходя из того, о чем я говорил, это медиальная двигательная система, вот ахтонная мускулатура, и не просто медиальная, а двигательная единица, формы, слово, медленные. Почему медиальные? Учебник Камкин и Каменский? Я вас могу отослать на любой учебник, это не один. Нет, давайте в конце. Ну что это, что это? Потому что так и назвали. Я точно так и не говорил, простите. Нет, почему медиальные, а не латеральные, вы же не объяснили. Кознатомические рефлексы реализуют. Объяснил, простите, если вы спали, это вы видите, простите за то, что мне приходится вам грубить. Это я объяснил. Друзья, давайте послушаем до конца сообщение вот этих всех, и потом уже задавите вопрос. Постаньте в очках. Наклонитесь. Рабу выше изначально. Хорошо. А сейчас еще вы выше. Нет, нет, не двигайте. Нормально? Да, сейчас нормально. Наклонитесь. Нормально. Что мы видим? Симметричное движение. Почти. Ну почти, да? Левый. Еще. Ну я на асимметрии нету. Нету. Снимите очки. Вопрос еще. Можно я просто для особо непонятного. Куда руки ставить? Какие, что приориентируют? В данном случае мы используем затылочную кость. Вы можете выбрать чуть выше, чуть ниже. Нет. Процессус мастеридус в нижней части. Если уже классический. Процессус мастеридус? Ну не совсем. Нет. Какое мастеридус? Заточный бурей. Заточный бурей. Это место постановки. Вопрос задан. Дайте мне ответить. Да. Вопрос постановки будет зависеть еще от кожной складки, от того, где вы сможете четко установить свои складки, чтобы не было никаких возможностей. Мы понимаем, что мы поставили атланто-рецепитальное сочленение, мы поставили верхнюю его часть. Какое? Одна. Насколько штучная кость. А атланто-рецепитальное сочленение здесь? Уровень. Верхняя часть атланто-рецепитального сочленения. Кость. Вся затылочная кость. Вот такой даже. Уровень. Почитайте учебники, молодой человек. Давайте дальше. Давайте дальше. Кость. Еще раз. Я механику, пожалуйста. Знаете? Все. Не забывайте. Давай. 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 Наклоняйте вниз. Немножечко больше. Изначально. Не симметрично. Изначально. Вот так. Хорошо. Спасибо. Еще раз. Наклоняйте вниз. Нормально. Да. Не три грицы. Нечто. Так что... Можно сказать, что вам... Мы не получили никакой разницы между обувью и отсутствием обуви. При их системе, когда мы сняли обувь. Да. В органе зрения. Да? В нем, в очках, без очков с открытыми глазами и с закрытыми глазами. У нас никаких изменений нет. Изменений нет. Изменений вы не получили. Поэтому мы не можем ничего сказать в данном случае по поводу органа зрения. Совершенно верно. По поводу обуви мы можем сказать, что когда мы сняли обувь, то симметрия увеличилась. Значит, эта обувь не совсем вам подходит. Асимметрия или асимметрия? В обуви, в обуви у человека есть асимметрия. Еще раз. В обуви есть асимметрия. Спасибо. Но кость. Я сейчас не могу. Я сейчас не могу. Я сейчас не могу. Принципиального вопроса, где мы поставим здесь пальцы, на самом деле, ну не будет. Ведь это же одна кость, которая будет двигаться. Но палец двигает не кость. Палец двигает мягкие структуры. Нет. Нет. В данном случае вы поставили один палец на височную кость, а другой на затылочную. Вообще. Ну, кость. Голова сейчас двигается вся как один сегмент, в данном случае, по отношению к шее. Поэтому нам этот вопрос не принципиальный. Мы должны поставить коль на тень. Кость. Кость. Ну, что ты меня успокаиваешься? Я спокоен как там. Нет. В данном случае я не принципиальный вопрос. Понятно, что нет? Спасибо. Прошите, допомните. То, что вы хотели сказать для аудитории. Вот у вас роговые очки, у вас такие стильные и модные. Так вот. Пять пар, например, разных лежат. Мы по очереди одеваем. И для этого очень важно имеется в виду как раз на лицевую мускулатуру действительно вот эта вся стоматогностическая система замыкается. Вот как раз для этого значимость этого теста. Вот у вас такие значки замечательные. Вот у электро и другие. Вот в третьем случае у каждого свое пристрастие. Но не все они подходят действительно по конфигурации. Я могу просто возразить, что внутри то, что упирается в нос, можно и подкорректировать. Это уже зависит от того, когда мастер поставлю. Вот это самое важное. Это равно до ныне. Нет, на самом деле. Это тоже будет играть большую роль. Я не говорю. Больше модели. Но тогда не модели, чтобы играть, а кардушка с тела на нос. Я прошу прощения, но вы порой сейчас бизнес, когда офтальмолога вы просто нарушите. Потому что подбираются по праву отдельно, а георгий отдельно. И вообще, какое бы право протестировали, поставили очки, которые смотрят зрение. Какое бы право имеем, так, в общем, гир-гир. Прав ли ты или не прав? Они же более узкие специалисты здесь. Минуточку. Офтальмолог Воронежа есть, который владеет флексиллог-тестом и подбирает очки с этим флексиллог-тестом. Они на них, на них Воронежа. Тогда надо даже, значит, офтальмолога... Будем больше сомнений. Ну, понятно. Ну, в принципе, я понял. Это просто победитель, да. Ничего здесь сложного, на самом деле. Но это используется для лечения в дальнейшем. Это эффективно, скажем. Вот вы владеете. Я конкретно должен... Я конкретно должен, да, решить, что для него важно. Кому-то очень важно это. Если у человека стигматизм, я буду лечить шею, и не скажу, что... Если у человека стигматизм, то я не прав, как врач. Я просто... Я просто... В данном случае с очками он сам это не откорректирует. Он сам не может себе здесь проводить. У него душка все время будет съезжать. Так он надел, так он... Она там съезжает. Понятно. Это... Восемь минуты. Можно я посмотрю? Он пошел? Он медуфильм, это... Откройте. Сейчас подниму, да? И... Ну, ладно. Спиной поверниться. Откройте, пожалуйста. Давайте для всех. Ну, просто мы тестируем, сейчас смотрим... Нет, закончу. Я в своем исследовании, как это, опять, исследую человека от основания до черепа и заглядываю, насколько возможно, внутрь, потому что эта система тоже эпидическая. То есть это еще фосфоролог? Позы человека вертикальные все относятся к моему введению. Принято сейчас называть артистерологией, но... Ну, вообще это артипития. Да, ну, вообще это артипития. Конечно. Ну, я артипит, врач. Ну, не щелкается с того, если вы открываете, а вы помещите на такого... Нет, открывайте. Здесь не будет? Здесь не будет? Здесь не будет, если какой-то. Многим, молодым, примите такую форму... Ну, давайте, повернемся сходить к нам. Разожмите зубы. Зубы разожмите. Нет, не открывайте их. Просто чуть-чуть их разожмите. А губы чуть сомкнуты. Наклоняем голову вниз. Неправильно. Правой и выше был еще раз. Сейчас. Сейчас нормально. Медленно, плавно, наполните голову вниз. Разлитесь, чтобы... А сейчас наполняешь правой отстал. Левый выше был. Левый выше. Левый выше, левый отстал. Однако было. Наполняйте медленно, плавно голову вниз. Принято. Упрямляйте. Теперь сажмите зубы, наклоняйте голову вниз. Видно, что слева поднимается вверх? Я в своей клинической практике просто до того, как познакомился с миобрейсом, просто постарал что-то под зубы и затем уже отправлял к стоматологу, со своими рекомендациями в отношении величины изменения пломб или рекомендации каких-то ортестов в рта. Не кусайся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сжимайте чуть-чуть, не сильно. Дерек сильнее сажмите. Хорошо. Оставьте так. Спина поверните. Наклоняйтесь, медленно, плавно вниз. Ушло ровно. Давайте еще раз. Сейчас пальцы ровно стоят? Ровно, ровно. Ровно? Да, ровно. Наклоняем голову вниз, медленно, плавно. Почти симметрично. Да? Да, да, да. В той степени осимметрии нет немножко, там чуть-чуть слева. Нет, нет, поднимайте. Вот такой степени осимметрии нет. То есть мы сразу делаем вывод. Человек сжал-разжал зубы и реагирует. Фронтаж? Да, идеальная двигательная система. Это где больше фронтаж сейчас? Потому что слева Вы поставили меньшую размеру. Да, справа чуть больше. Ну, мы видели и на снимке, ясно, показываю, что справа нижняя челюсть чуть короче. В общем, чаще всего, в большинстве случаев, мы видим, что справа человек сжимает челюсть сильнее, чем слева. Ну, я сейчас касаться не буду физических законов, то есть спирали, левши, спирали, левши. Да, правша, левша или кто-то. Да. Ну, для мышц туловища мы всегда односторонний символ правша или левша. Это чаще всего так, то есть по туловищу асимметрии правшей левши, левшества, очень легко, очень, очень мало. Мне в моей практике ни разу ее не доводилось увидеть, какое-то вот ему трудное направление асимметрии. Еще раз хочу сказать о хорошей литературе. Руководство групп, я думаю, функциональной междунарушальной асимметрии, там вот эти вещи есть. Это большой труд международных физиологов, в том числе и нашим отечественным специалистам. У меня очень много семантик. Вопрос, может быть, вывод? Да. Просто можно взять индикатором не только в асфекционный тест, а взять то же самое, там, мышечный, да, тест? Почему взяли это? Если был тест силы? Да. Скажи. Не принципиально? Не принципиально, но тест силы для пожилых пациентов, он менее информативен и не всегда. Слишком большее количество полей афферентных будет для асфекционного теста, если вы будете проводить его, как часто проводят, на мышцах плечевого пояса. Да. На них проводить – это слишком большее количество других аффекционных. И вот именно… Да, там нейтральные и идеальные системы напополам приблизительно работают, понимаете? Поэтому более информативны все тесты, которые будут с аутохтонной мускулатурой помощи. На пожилом пациенте или на ребенок проводить тест силы можно и на аутохтонной мускулатуре, но этот проще, информативнее, доступнее. И его могут делать не специалисты, то есть легко и легко, нагляднее. И вопрос уровней… Именно вот как бы верливый подзывочник… Нет, я выбрал сейчас его просто для демонстрации. Исследуется и спереди, и сзади. Не обязательно, не только спину надо исследовать, спереди тоже посмотрите фиксионный тест, Замечательные вещи вы видите, которые сопоставляют в системе шахтурных и фикторий. Мышечными поездами – неудобное название, да? Ну, то есть кинематическими цепями. И какая из кинематических цепей будет более актуальна для какого афферентного поля. Это… Юрий, может это выровняться? После проведения ваннойной терапии у него это все может выровняться. Да. Так теперь скажите, а в смысле тогда… Да. Мы тогда будем опять менять подушку, опять будем менять… Мы для этого и проводим ванную терапию, чтобы активировать нейронную сеть спинного роста, чтобы дезактивировать эти влияния афферентных полей. Для этого, собственно говоря, у горелой гоночелевит, эта технология, она вот прям идеальна, и мы для этого и делаем. Это… Но… Но, к сожалению, мы живем в тех условиях, которые необходимо изменять. Потому что у человека… Мы проведем ванную терапию, вы можете тут же попросить его сделать с новых шагов, и большая часть этой симметрики вернется… 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 Большая часть… Потому что она нормальна для этих условий, когда человек стоит на такой твердой жесткой поверхности, с перекошенным… Понимаете… Это норма… Это норма… Ну, как сказать… Норма… Это обычная… Это не норма… Если мы его поставим на песок… Можно то же самое сделать, поставить на песок человека, и мы тут же увидим, что большая часть этого изменится. Это… Я… 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 Поехали… Да… Можно… Ну, и есть технология… Пожалуйста… Афиксионный тест лёжий… И тут такое же значение, когда мы включаем технологию вообще… Лёжий… Включение… Фиксионный тест лёжий… Вот… Он сказал… Вопрос… Притчу… Сказал… Вот… Мы выступали… Когда он начинает выступать… Он и так играл… Ему задали вопросы… И он ответил вот таким образом почитывал… Мы такого не делали… Удачи… ..